итак товарищи продолжаем мне нужно просверлить дырочку поэтому я использую вот такой агрегат один из моих любимых маленьких агрегатов так сейчас подключу дрель так друзья как обычно закончится пленка в самый неподходящий момент и так мне ну я вот эти вот детальки просто нарезала на квадратики мне нужно будет их по краям отшлифовать дабы получить вот такой квадратик и затем уже такой квадратик с одной стороны по углам отшлифовать так чтобы получилась такая кнопочка есть такая задумка я это попробую сейчас сделать вот и возможно буду шлифовать другим кусочком более маленьким но посмотрю либо этим и я делаю это вручную потому что у меня нет специальной техники специального оборудования чтобы делать это не вручную вот поэтому давайте дальше приступим не будем отвлекаться вот вот Продолжение следует... И, в принципе, вот такие детальки мне нужно получить. Округлые. Так что работы у меня много. Увидимся, когда они будут все готовы. Ну вот, таким образом у меня получается вот таких вот 15 или 16 таких пуговок. И сейчас я их буду еще шлифовать уже не горизонтально, а маленькой наждачкой по поверхности. И покажу вам, что получится. Итак, друзья. Я уже склеила детали. То есть, все, что мне нужно было склеить между собой. Клеить какие-то недостающие элементы. Все части были зашкурены. Вот так это все выглядит. Еще снизу я приклеила такие как бы обрезки. Для того, чтобы мне нужна была еще одна толщина. И боковинки я зашкурила. Так, чтобы мне было это удобно. Скажем так, выравнивать я не буду. Просто зашкурила. Так, и вот здесь вот я просверлила уже отверстие. И выпиливала его мелкими надфилями. Сначала круглым, потом треугольным, потом плоским. Просто вот нужное мне по форме. И я решила из фанеры не делать. Очень толсто получается. Я сделала из плотного картона вот такую трубочку. Это у меня будет труба. И я ее уже примерила. Она сюда идеально входит. Вот так это выглядит. Не той стороной. Вот так это выглядит. И сейчас я буду приклеивать эту трубу. Излишки будут внутри. И потом уже после приклеивания я их отрежу. Так, сейчас посмотрю. Может быть мне повернуть ее? Так. Да, наверное, таким образом. Так. Стараюсь, чтобы он тоже видно было, но не все получается делать по центру стола. Так, немножко подвину то, что мне не нужно. Вот такая у меня коллекция мини-надфилей. Хочу еще помельче, но пока не видела в продаже, чтобы были еще мельче. Так. Не будем отвлекаться. Так. Как известно, труба должна быть выше. Конька крыша. Поэтому делаем все как в реальности. Так. Пока будет труба. Так. приклеиваться. Хочу показать вам. Я вчера так сказать наточила вот такие вот кнопочки. Я опять же извиняюсь за цвет. Просто у нас сегодня плохая погода. Темно. И в общем-то. Поэтому я с лампой вот такие вот плюшки. И сейчас мы с вами будем их приклеивать. Так. Первоначально мне нужно делать следующее. Хотя это можно в принципе и потом. Но пока будут эти плюшки приклеиваться. Чтобы не держать, не трясти домик. Мы сейчас это сделаем. А потом будем плюшки приклеивать. Нам нужно замазать все какие-то отверстия. Вот когда я шкурила, у меня здесь остались дырочки, которые... Плохая фанера. Да уж. Так уж получилось. Я просто выдавливаю немножко. И кусочком лезвия. это обычная затирка. Я ею затираю места, которые у меня дефективные, так сказать. Просто сверху намазываю. Все как обычно, только в миниатюре. Потом еще будет шкуриться дополнительно. И также внутри. Ну вот. В таком виде оставляем. Оно должно у нас немножко подсохнуть. Так. Затирка у меня момент. Как вы знаете, я везде использую момент. И этой штукой очень довольна. Так. И пока у нас в принципе здесь периметр ничем не занят. И нам это особо не повредит. Мы можем приклеить наши детальки. Собственно, я делала вот здесь второй слой для того, чтобы приклеить эти детальки. Эти детальки имитируют, как я думаю, фундамент. Вот. Поэтому начнем с переднего плана. Вот так вот. Густенько у меня уже начал подсыхать клей. И приклеиваем тут примерно вровень с полом с нашим. ничего, что он немножко они разные получаются, там, и бака закругленные. Это так и задумывалось. По крайней мере, в моем случае. так. И вот так у нас получается. сейчас пока оставим одну сторону, чтобы она немножко подсохла. И ее подрегулируем. И таким же образом обклеиваем все четыре стороны. подсохла. Я сейчас пока их просто придавлю и оставлю, чтобы они высохли, приклеились окончательно. Вот. И затем уже покажу, как приклею оставшиеся стороны обклею. И будем дальше двигаться. Дальше. Дальше. Продолжение следует...